Случаев, когда летят там и булыжники, и там, не знаю, и файлы, что только не летит в полицию. Да, и полиция иногда действует очень жестко, но вы можете увидеть, что она действует жестко только в отношении тех, кто это делал. А рядом, прям вот рядом стоят люди, или, например, вы что, когда-нибудь видели, чтобы... Ну, наверное, такое случайное, потому что и там полиция не безгрешна. Но случай, чтобы, например, журналист получил дубинкой по голове во время самых там жуткого разгона демонстраций, да это просто один из ста случаев. Да этого просто не бывает. Потому что полиция специально обучена. Полицейский видит человека с камерой или там с фотоаппаратом, он обойдет его, потому что он профессионал. Понимаете, они на то и профессионалы, что они должны научиться локализовать и нейтрализовать, причем нейтрализовать мягко, желательно без насилия, тех, кто насилие совершает или призывает, и не трогать никого больше. На мой взгляд, это профессионализм и еще что-либо важное, ответственность. Да, конечно. Так профессионализм... У нас, допустим, без наказания, думаю, никакой профессионализма, если получено, указание. Я понимаю, это идеалист. А где вы таких полицейских? Ну, вот только что рассказывай, где-то есть они. Нет, там полицейских, я могу сказать, что, я думаю, что там полицейские совершенно не идеальны. Я думаю, что их последние лет 40 дрючили, кто только не это самый. И местные суды, и европейский суд, и так далее. Я думаю, что если мы посмотрим разгон какого-нибудь митинга в 60-е годы во Франции, то мы увидим уровень насилия намного выше, чем у нас сейчас в России. Поэтому, когда говорят, какой в России кошмар, какой ужас. Я говорю, ребят, посмотрите на митинги 60-х, 70-х годов в западных странах. Ну, просто западные страны за эти 30 лет прошли большой путь. Вот в чем дело. Поэтому сравнивать... Прошли реформы полиции за эти 30 лет. Хотя, вот я считаю, что полиция в западных чудесных демократиях в 70-е годы была значительно хуже, чем сейчас в России. Коррабционнее, убивание... Хуже. Да, реально хуже. А про ты... Ну, это уж мы не говорим, а я говорю, даже благополучная Франция, да, или там Англия и так далее. Некоторые действия были санкционированы, просто говоря. Да, и поэтому вопрос в том, что в демократии все прекрасно, ребят, в западных демократиях 30 лет назад полиция была ужасной. И в Америке была ужасной. Поэтому не надо нам рассказывать про то, как было всегда все прекрасно. Все было всегда непрекрасно. Просто за последние 20-30 лет мир очень изменился. С точки зрения вот именно стандартов прав человека, вот именно эти, в том числе возможности людям не соглашаться с властью, мир очень сильно ушел вперед. Очень сильно. И просто стал сдавать коррупционных полицейских. Это известнейшая история. Фильм про это снят, это вот, там, считает человека чуреничный. Это вот тут самый такой вот. Тогда и потом пошло за этим. Самое интересное, что реформу полиции, например, в Лос-Анджелесе делал один человек, полицейский. Его сделали руководителем полиции, и он начал реформировать полицию. Но он реформировал вот в этом, только в городе. Все. Вот нюанс-то в чем? Что в 70-е годы вдруг это стало появляться. Ну, просто там другая система совершенно. Там есть вообще уровни. Там есть уровни шерифа. Это вообще автономное явление, которое избирается. Шериф избирается, и он назначает себе помощника. То есть, он вообще... Есть муниципальная полиция, есть полиция штата, есть федералы, и федералы это ФБР. То есть, там вообще система очень сложная, она очень многоуровневая. У нас она совершенно другая. Кстати, не факт, что это плохо. Непонятно. Может быть, в наших условиях наоборот, если бы каждое муниципальное образование имело свою полицию, уже давно бы друг друга перестреляли бы. Поэтому, понимаете, тут тоже, ну, при такой многонациональной стране, с такими анклавами, поэтому я тоже, опять, говорит, что вот там идеальное устройство. Нет, нет, нет. И я, несмотря на то, что я, в общем, правозащитник, считающий, ну, такой классический, да, считающий, что сейчас там права и свободы на Западе, ну, все-таки значительно лучше соблюдаются, чем здесь, но я очень далек от восторгов. То есть, я могу, просто сейчас это неинтересно, я могу часами рассказывать безобразие, реальное безобразие справленных человек, которое происходит и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе, и там полно правозащитников. Вот, например, для меня во Франции один из самых мерзких законов это уголовная ответственность за то, что люди прячут нелегальных мигрантов. Ух ты. Да. И во Франции целое движение. Люди, ну, фактически, как аволиционисты в Соединенных Штатах, когда прятали беглых, чернокожих рабов. То есть, ведь часто нелегальные мигранты – это реальные беженцы, это люди, которые бегут от преследований. Просто они не могут получить статус беженца ООНовского. Это довольно сложно. И есть масса мужественных людей, в том числе, ну, скажем так, я вот лично не знаю, или, скажем так, я не знаю, они это или нет, но точно, ну, как бы, то есть, мои друзья и их друзья прячут. То есть, я специально не интересуюсь, чтобы в случае чего случайно не выдать. Да, да, мне сейчас знаешь. Да. Я как старый правозащитник, начинавший еще в диссидентские времена, я юным студентом начинал в 88-м году. Поэтому я знаю, чем меньше знаешь, тем лучше. Случайно не выдаешь, попытками не выдаешь и так далее. Это очень правильно, не надо знать. Вот, но я же говорю, что я просто вот в курсе, да, людей, которые прям целое движение, они друг другу помогают, естественно, все законспирировано и так далее, прячут, в том числе, кстати, ребят с Северного Кавказа, кстати сказать, ну, в смысле, не боевиков никаких, просто ребят, которых там, ну, то есть, там, религиозно каких-то людей из Центральной Азии и так далее. То есть, ну, в основном, конечно, это Африка, то есть Северный Кавказ, это экзотика. Но вообще прячут просто нелегальных мигрантов. Потому что это запрещено французскими законами. К вопросу о правах человека. Да, то есть, не только сам нелегальный мигрант подвергнется очень жестокому обращению, но и человек, который его просто спрятал. То есть, недоносительство, ну и так далее. То есть, понимаете, я же говорю, у меня, а там, это огромная проблема. И у меня масса претензий к западным странам по поводу очень многих вещей. Это я просто привел к примеру, который как раз вам может быть понятен. Каждый из нас может оказаться нелегальным мигрантом, там, вдруг. Да, и это нас коснется. Я просто имею в виду, что это не абстрактное явление, какое-то там мифическое. Да, это вполне реальное явление в, в общем, странах, которые не так далеко отсюда расположены. Куда часто как раз идет иммиграция. То есть, но я должен констатировать вас, что, конечно, с точки зрения вот этих вещей, полиции, там, свободы собраний, свободы слова, свободы ассоциаций, вот этих, так называемых, именно свобод, вот таких гражданских свобод. Декларированных, да? Я имею в виду, которые дают возможность людям хоть как-то искать справедливость. Хотя бы на улице, хотя бы на площади, хотя бы создавая общественную организацию пострадавших от чего-то и так далее. Это, конечно, очень сильно снижает градус недовольства. Потому что если у человека есть возможность защитить себя в суде, если у тебя есть возможность создавать организацию, если у тебя возможность говорить об этом, если у тебя возможность сделать свой собственный интернет-телеканал об этом и так далее, ситуация другая. Если все зажато, то понятно, что возникает недовольство, возникает...